Шесть производственных линий, четыре собственные скважины и современная лаборатория. Почти 25 лет завод разрабатывает и изготавливает уникальные напитки. Возможность для масштабного расширения производства появилась с уходом с российского рынка популярных и известных иностранных брендов – фанты, колы и спрайта. Создать отечественные аналоги пришлось в сжатые сроки. Это не кока-кола российская, это наш продукт, это российская кола, это российский производитель. И наш оранж тоже не фанта. Разработали достаточно быстро, в течение двух месяцев. Мы привели рестор в порядок, у нас были наработки до того, сейчас просто активизировались. В связи с появлением сразу нескольких новых видов продукции, завод в Ленинском городском округе работает на пределе возможностей. Поэтому сегодня компания готова не просто расширяться. В ближайших планах открыть еще одно производство. Инвесторам предложили 11 участков в Подмосковье для строительства нового завода. Один из наиболее подходящих расположен в Матищах. Сейчас компания готова практически в два раза увеличить объем производства. Сейчас есть работа 400 человек. Компания готова сейчас создать новое производство для увеличения в два раза объема производства. И еще набрать 400 человек только для производства вот этих трех напитков, которые по сути сейчас ушли с рынка и их место надо занять. Отечественную колу и фанту планируют поставлять не только на российские прилавки, но и за рубеж. Продукция завода уже продается в странах СНГ и Азии, в том числе и в Китае. Так, за прошедшие полгода Мегапак экспортировал почти 8 миллионов бутылок российских напитков. Все, что сейчас мы наблюдаем на этом предприятии, уже продано. То есть продукция, которая еще не произведена, уже продана. Огромные заявки на импортозамещение. Это и фанты, другие прохладительные напитки, к которым мы сегодня ознакомились. Это является теперь уникальным продуктом, который разработан и сделан на территории Российской Федерации. Кстати, завод уже использует отечественную тару и упаковку. Зарубежные ароматизаторы тоже стараются заменить российскими аналогами или натуральными соками, чтобы производство наших напитков не зависело от европейского сырья.